МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Предложение руки и сердца под аплодисменты властей. Жители Маргаушского района получили ключи от заветных квартир. Крайний срок – конец недели. Глава Чебоксар проинспектировал ремонт городских магистралей. Мобильная полиция. В МВД Чувашии презентовали современные интернет-сервисы. Правительство Чувашии рассмотрело сегодня ряд законопроектов, которые предстоит принять на ближайшей сессии Госсовета. Самым объемным и обсуждаемым стал вопрос об изменениях закона об организации местного самоуправления. Основные изменения, которые обсуждаются все лето на всех уровнях, сколько руководителей должно быть в сельских поселениях, муниципалитетах, городских округах и как разделить между ними полномочия. Федеральное законодательство предусматривает несколько различных вариантов, регионы вправе оставить все как есть или выбрать новую модель. В Чувашии склоняются к тому, что на уровне сельских поселений и районов должен быть один руководитель, совмещающий обязанности главы и сети менеджера. И выбирать его надо всенародным голосованием. В ходе обсуждения определили и количество полномочий для каждого уровня. В ходе работы над законопроектом и обсуждения внесенных федеральным законом изменений от органов местного самоуправления и органов исполнительной власти поступили предложения об оставлении и закреплении за сельским поселением дополнительно предусмотренным федеральным законом 13 вопросов местного значения, еще 9 вопросов местного значения для сельских поселений. Таким образом, в соответствии с проектом закона предлагается, что с 1 января 2015 года в виде сельских поселений останется 22 полномочия. Что же касается представительных органов власти, то есть собраний депутатов, самое часто высказываемое мнение – вернуться к одномандатным выборам. На уровне городских округов, скорее всего, по-прежнему останется глава и сити-менеджер. По мнению большинства, частая смена управленческих моделей, а за последние 20 лет в столице Чувашии в частности, это происходило не единожды, отрицательно сказывается на эффективности работы властей. В сельских же поселениях, наоборот, иной раз проблематично найти необходимое количество депутатов, не говоря уже о главе и руководителе администрации. Проект закона еще будет обсуждаться в Госсовете Чувашии. А вот отчет об исполнении республиканского бюджета за первую половину 2014 года утвердили прямо на заседании. По словам Светланы Янилиной, работа с казной идет по плану. Практически все контрольные показатели выполнены, а местами и перевыполнены. Особенно приятно, что вместо дефицита в 4 с лишним миллиарда получен профицит в 40 миллионов рублей. Однако глава Чувашии призвал коллег не расслабляться и обратить пристальное внимание на ряд моментов, в частности, на снижение акцизов. Отныне в Чувашии будет действовать правительственная комиссия по вопросам охраны здоровья населения. Хотелось бы сказать, что данная комиссия будет рассматривать профили здоровья населения каждого городского округа и муниципального района для того, чтобы сформировать конкретные предложения, связанные с особенностями жизни на уровне муниципалитета и направленные на сохранение жизни каждого человека. Кабинет министров Чувашии утвердил и величину прожиточного минимума за второй квартал 2014 года. 6 968 рублей. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Подробнее о том, какие изменения предполагается внести в закон об организации местного самоуправления, в программе «Правительственная связь», которая выйдет в эфир сегодня, 13 августа, в 20 часов. Рабочие поездки Михаила Игнатьева по районам республики плавно движутся к своему завершению. На этой неделе очередь дошла до Маргаушского района. Какие изменения за последние полгода произошли в муниципалитете, узнала наша съемочная группа. Робкие улыбки и слезы радости. В Большом Сундере вручили ключи от 15 квартир юношам и девушкам, которые рано остались без родителей. «Из нового дома всегда должен доноситься детский смех», – подчеркнул Михаил Игнатьев. И, судя по всему, ждать этого осталось недолго. Я тебя очень люблю, с тобой давно вместе. И в этой квартире, новой, моей, я хочу, чтобы ты жила уже моей женой здесь. Ура! Молодежи в Маргаушском районе становятся больше с каждым годом. 18 молодых специалистов пришли в Центральную районную больницу по программе «Земский доктор». Главный врач отметил, что кадры поступили не только из Чувашии, но и со всех уголков страны. Привлекают медиков по общему мнению, местные климатические условия и спокойная обстановка. Программа поддержки молодых специалистов действует в республике не первый год. Особо зарекомендовавшие себя работники могут претендовать на улучшение жилищных условий. В квартире получил по программе молодой специалист. Он ждал где-то года 3-4, наверное. Настрение радостное, веселое. Глава Чувашии подчеркнул, правительство готово помочь с приобретением жилья. Однако его содержание и благоустройство – общая забота управляющих компаний и граждан. Последние должны быть внимательнее и следить за тем, что происходит в коммунальном хозяйстве. Вопросов почему-то много стало в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Или управляющие компании не так управляют своими обязанностями. Если там руководитель на самом деле хочет активы вывести, надо их вовремя приостановить и нанять уже других управленцев. На совещании по итогам поездки Михаил Игнатьев порекомендовал местным органам власти не сдавать позиции. И улучшать показатели в отраслях, которые требуют особого внимания. Начались уборочные работы, и все силы надо сконцентрировать на этом. Дарина Игнатьева, Антон Вовко, Республика. Пока весь город спит, дорожные службы работают в усиленном режиме. Несколько участков дорог необходимо сдать в конце этой недели. Успеет ли к сроку подрядной организации, проверил глава города Чебоксара Леонид Черкесов. Реконструкция участка по улице Композиторов Воробьевых длится уже неделю. Работа сложная, в первую очередь от того, что это историческая часть города. Трубы здесь не меняли годов с 60-х. Необходимо обновить 242 метра газопровода, 150 метров водопровода, 100 метров канализационных труб и перенести троллейбусные контактные сети. Этот кусочек дороги, он практически до Московского моста. Будет расширение поэтапно. Вот сейчас первый этап. В последующем, до 20-го числа будет следующий этап. Сентября уже будет закончено. Ну, 88 миллионов. Стоит того, что это? Самое дорогое – это перенос сетей и укрепление, получается, использование современных материалов. Не экономили городские власти и на разметке пешеходных переходов. Горячий пластик – материал дорогой, но устойчивый. Как говорится, безопасность превыше всего. Всего в столице республики будет обновлено около 50 пешеходных переходов. Более такая трудоемкая работа. Ее надо слива греть, часа 4 примерно. Где-то около 200 градусов. Разогревает она температура. Доводишь до этого. Смесь вот. Он же как порошок. Его разогреваешь вот, 200 градусов. А краской его залил и положил. Там минут 15 работаем. А этот участок дороги у Детского мира сегодня с утра уже выглядел полностью обновленным. Трещины и колеи в асфальте больше не помеха для водителей. Нашим дорожникам, которые выиграли аукционные, что поработали в три смены. В ночное время. Иногда в наших магистралях в дневное время практически невозможно работать, потому что может остановиться транспорт. Они работают в ночное время. И таких дорог у нас большинство. И поэтому вот сейчас посмотрели во всех дорожных развязках, которые делаются в городе, они работают в ночное время. Таких масштабных дорожных работ чебоксары не видывали давно. Если погодные условия не помешают, то к 1 ноября горожане смогут оценить все законченные работы. На сегодня 80% уже выполнено. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Министерство внутренних дел становится мобильнее. В ведомстве активно внедряют систему электронных услуг. О новшествах и популярных интернет-приложениях полицейские рассказали сегодня журналистам. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Если раньше для получения лицензии на ношение охотничьего ружья приходилось пройти как минимум 9 инстанций, то теперь большинство справок можно собрать по одному клику мышки. В электронный формат МВД Чувашия перевело более 30 услуг. На едином портале возможно проверить свои штрафы, оформить удостоверение частного охранника и даже подать заявление в дежурную часть. Последнюю услугу полицейские внедрили не так давно. И пока о ней мало кто знает. В этом году через интернет о правонарушениях сообщили только 7 человек. Данная услуга по приему регистрации заявления сообщения о происшествии, она специфична тем, что большая часть сообщений о преступлении происшествия поступает в органы внутренних дел, в дежурную часть органов внутренних дел по телефонным линиям. Чаще всего через портал государственных услуг обращаются к сотрудникам ГИБДД. Сейчас по удаленному доступу можно записаться на техосмотр и даже оформить заявление на получение прав. Через единый портал государственного и муниципального услуг к нам обратились за услугой более 2,5 тысячи человек. Это составляет порядка 2,2% от всех обратившихся к нам в регистрационное и экзаменационное подразделение граждан. В полиции отмечают явные плюсы от разработки электронных сервисов. Очереди заметно сократились. Правда, эта система иногда дает сбои. Бывает, гражданин направляет заявку для регистрации на портале госуслуг в Ростелеком и, соответственно, бывают сбои в самом Ростелекоме и гражданам говорят, извините, пока услуга не работает и мы вас не можем зарегистрировать. Вообще обращаться в МВД за государственной услугой можно не только сидя за компьютером дома, но и просто зайдя в интернет-приложение на сотовом телефоне. Заполненную анкету и отсканированные справки необходимо выслать на электронную почту и только потом прийти за заветным документом. Количество тех, кто обращается к сотрудникам полиции по удаленному доступу увеличивается с каждым годом. С начала года в МВД через портал госуслуг обратилось более трех тысяч человек. В перспективе эта цифра может увеличиться в разы. Электронный ресурс набирает популярность. Эксперты прогнозируют, что через пять лет большинство горожан будет обращаться к полицейским, только заходя в личный кабинет на сайте. Увеличится и количество услуг. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. 2015 объявлен в России годом литературы. Это совпало с юбилеем классика чувашской поэзии Константина Иванова. Какие мероприятия будут проводиться в связи с памятной датой, узнала наша съемочная группа. В актовом зале Национальной библиотеки собрались истинные ценители чувашской истории, культуры и, конечно же, литературы. В центре обсуждения вопрос о праздновании 125-летия со дня рождения автора поэмы Нарспи. Ведь наряду с годом литературы 2015-й объявлен в Чувашии годом Константина Иванова. Чудесным образом все это совпало, и поэтому это потребует от нас многих усилий, чтобы мы действительно превратили в 2015 год, год большого труда на ниве нашей литературы. Первыми со своими предложениями выступили председатели союзов писателей Чувашии. Выпустить мультимедийную продукцию с поэмами Константина Иванова, фильмы, аудиокниги. Полный же список мероприятий 2015 года, посвященных поэту, пока не озвучен, так как работа продолжается. Обсудили также и вопросы поддержки творческих деятелей, проживающих за пределами Чувашии. Такие талантливые поэты в Грачевском районе мы были, такие талантливые, но не могут издавать за них книги. Не могут издавать. Нет Чувашского шифта. Мы должны им оказывать помощь. Мы должны, Чувашская республика должна оказывать помощь. На совещании говорили и о необходимости расширять творческие контакты с коллегами из других регионов. Почин уже есть. Совсем недавно в Чувашии несколько дней работала делегация литераторов из Москвы. И сотрудничество оказалось очень плодотворным и интересным. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика. В день 545-летия столицы Чувашии в центре города вновь появится творческий бульвар. Ежегодный арт-проект с таким названием успел не только понравиться чебоксарцам, но и стать своеобразной визитной карточкой главного праздника города. Подробности в нашем сюжете. Лишь полчаса требуется жителям города, чтобы в обычные дни прогуляться от национальной библиотеки до Красной площади. Но не 17 августа. В день рождения города Чебоксары просто невозможно пройти мимо уже всем известного арт-проекта «Творческий бульвар», подготовка к которому, кстати, уже началась. В этом году горожан ждут чудеса на каждом шагу. Поэты и барды, танцоры и циркачи, клоуны и фокусники, а также многие другие. Около 70 самых разнообразных творческих площадок заполонят бульвар. В общем, две улицы превратятся в одну большую сцену. Причем сыграть главные роли в этом красочном представлении или стать его режиссером и соавтором может любой желающий. Если же вы неравнодушны к старинным вещам, и ваше сердце замирает от шуршания иглы по старому винилу, или же вы хотите почувствовать себя героем голливудских фильмов и ощутить атмосферу культуры 50-х годов, то добро пожаловать на ретро-фестиваль. Ну и какой праздник без сладких сюрпризов! Всех гостей ждет дегустация и интересная презентация продукции от лучших производителей кондитерской и пищевой промышленности города. А деньгами на этой площадке станут купоны-снежинки, которые можно будет обменять на мороженое. Хорошее настроение, позитив. Все радуются, веселятся. Все прекрасно. Организаторы также обещают, что всеобщую атмосферу праздника дополнят живые статуи, старые авто, клумбы и другие изюминки. Здания, дорога, деревья примерят праздничные наряды и погрузят горожан в мир фантазии и карнавала. Уже сейчас жители могут смело прикоснуться к творчеству в прямом смысле этого слова. Чем они, собственно, и занимаются, по словам жителей близлежащих домов. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова